Спасибо, что пришли, нашли время уделить внимание нами, немножко поддержать нас. Первое, о чем я хотел бы рассказать, кто мы, что мы и откуда мы, да? Смотрите, наш клуб называется «Мы плюс тайский бокс», да? Наверное, у всех вопрос возникает, что такое «Мы плюс» или нет? Да? Я тоже так. Смотрите, немножко о нашем клубе «Мы плюс». «Мы плюс» – это молодежный клуб, благотворительный клуб. Благотворительный фонд называется «Диты допомогают детям». Мы за здоровый образ жизни, за спорт и всячески стараемся поддержать спорт и помочь молодежи, да? Но у нас есть не только тайский бокс. Каждую субботу в 17.00 мы собираемся здесь, в маленьком зале, с ребятами с тайского бокса, просто с ребятами, ну, с приезжими и так дальше, да? Что мы делаем, чем мы занимаемся. Разные игры у нас, теннис, бильярд, уно, мафия и так дальше. Фильмы, рассуждения над фильмами, общение. И все интересно довольно-таки. И главное, что бесплатно. Хотя сейчас-то очень мало чего бесплатно, да, на 110. И поэтому, так же самое, тренировки. Тренировки у нас проходят вторник, четверг, суббота на 16.30 и на 17.00, нет, и на 19.00. Тренировки мы проводим интересно достаточно. Мы от Украинской Федерации тайского бокса представляем. И поэтому, желающих приглашаем. Я немножко волнуюсь, не часто говорю в микрофон, группа поддержки. Смотрите, значит, что о тайском боксе. Сегодня мы покажем вам коротко наше видео о тайском боксе. Вообще, как у нас тренировки проходят. Мы смонтировали видео с наших тренировок. Тренируем мы недавно, я лично тренирую недавно, полгода. За полгода у нас достаточно такие неплохие результаты показательные. У нас есть чемпион Украины, у нас есть претенденты на чемпионов Украины. И сейчас, 10-го числа, следующего месяца, мы везем нашего спортсмена в Ялту, на Кубок Мира. За полгода, да, за полгода, ну, многие говорят, это нереально. Мой тренер, он достаточно давно тренирует, уже много лет, да, я только у него 7 лет тренировался. И он говорит, за такое время, за 6 месяцев мы уже, у нас есть претендент на Кубок Мира. Это достаточно хороший показатель. Сейчас мы хотим показать вам коротко наше видео о тренировках. Потом мы покажем вам такой спарринг, показательный бой один. Потом я покажу самые простые упражнения, да, которые вы сможете выйти попробовать, если захотите. Если нет, просто посмотреть, как наносятся правильно удары. Как, как вообще, что такое тайский бокс? Тайский бокс отличается, чем он отличается от бокса, от кикбоксинга. В тайском боксе можно, ну, вообще, муй тай, тайский бокс переводится как свободный бой. Свободный бой, да, и отличается он от всех видов спорта. Он считается одним из самых жестоких видов спорта. Потому что бьют там не только руками, как все знают, наверное, бокс, да, там бьют ногами, коленями, локтями и по-разному и очень сильно. И удары очень сильные, жестокие, допустим, отличаются очень сильно от карате, от тэквондо там и так дальше. Сейчас мы покажем вам коротко наше видео, а потом спарим. Спасибо. 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 А сейчас наш коротко маленький спарринг. Игорь. 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 Спасибо. Это у нас сейчас будет показательный бой. Игорь. Игорь. Ребята будут драться не жестко. Потому что я сказал, это один из самых жестких видов спорта, да. Чтобы вы понимали, это просто спайм. И все. Спасибо. не сидите не сидите не сидите не сидите не сидите не сидите Первый раунд брусов. Спасибо. Вот флаг у нас в президентных клубах мира. Дима уже тоже неоднократный чемпион области, на Украине выступал. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Hочу отметить тем, что тайские боксеры отличаются тем, что мой тренер выиграл с поломанной рукой Кубак Мира Это уважение, это настоящие мужчины В тайском боксе, если сломал руку, это твои проблемы. Сломал ногу тоже твои. Хочешь делись, хочешь не делись. Если ты хочешь стать чемпионом мира, то ты будешь драться. То есть Дима, вот, травма у него ноги серьезная. Но он показал свой характер настоящий мужской. Проявил себя настоящим мужчиной, поэтому он достойный аппетитмен. Дима, вот, травма у него. 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за внимание Судя по видео, можно определить, как ребята тренируются и насколько они вываживаются Хочу сказать, что у нас на тренировке достаточно такие тренировки разнообразные Больше даем сейчас акцент на технику, на отработку Так как силовой работы у нас сейчас не сильно много Поэтому сейчас я хочу вам показать одни из самых легких приемов тайского бокса В которых вы можете спокойно выйти и попробовать самостоятельно сделать что-то Если есть желание, конечно Сейчас попросим Влада для помощи Начну с самого простого Это удар, прямой удар Прямой удар руки, который мы называем джеб Джеб наносится правильно Руки на височко Тай боксеров руки всегда на височко Всегда Если у боксеров руки закрывают подбородок То так боксеров закрывают голову Корпус защищает тайбоксеру ноги Блок То есть вот Блок Защищаешь Блок Ставится ногой голени в верхней части Наносится нижней части голени Правильно удар наносится прямой удар Руки у нас собраны на височках Локти прижатые Ножки немножко подсевшие Расслабленные Удар наносится прямо Рука вылетает Обязательно посмотрите Плечо перекрывает подбородок При этом же скручивается нога Раз Подрастились Так само вот здесь Право Раз Собрались Лево Собрались Право Собрались А теперь то же самое о перпоте Так же самое Наносится снизу Лево Перпоте Раз Собрались Раз Собрались Ну Они все похожи Тоже самое боковой удар Раз Собрались Здесь Боковой удар Если вы пытаетесь Да Сделать Многие Ну ребята Приходят на тренировки Понятно У них не опыта Ничего нет Это Смешно Очень Как они делают Эти удары Потому что Начинается Вот этот Махач Ну Я хочу сказать Что даже Среди Ребят Которые много лет Тренируются Неправильно Бьют На самом деле Самый сложный Всех этих ударов Три Ну Три Комбинации Да То самое сложное Это боковой Правильно Нанести Потому что Его нужно Четко Остановить Перед своим носом Раз Здесь Остановите Раз Здесь Представьте себе Что мы ждем Все подбород Сейчас я вам покажу Правильно Наносится Как наносить Воу-кик Самый известный В тайском боксе Ударом ногами Это Воу-кик У нас В тайском боксе Есть Воу-кик Есть Миддл-кик Есть Хай-кик Воу-кик Это наносится Сноу по ногам Основная работа Ногами Это по ногам Наносится он Если мы идем Правой ногой То Позараживаемся На носочке И наносим удар Вот эти части Голени Обязательно Сверху Униз Раз Сверху Униз Зашли Раз Собрались Раз Зашли Собрались Раз Зашли Задача Моя Если меня бьют Ногой Это поставить Поставить блок Ставим блок На вот этой части Голени Обязательно Раз Ставим Раз На носочке Вырастаем Если идет Напилка Все знают Что тайские боксеры Они набивают ноги Ноги Корпус Спину При напилке Если у нас бьют Лоу кик Мы Ногу Ошибка Всех Начинающих Спортсменов Они начинают Ногу Прятать Раз Потому что Больно Если Нога Расслаблена То будет 100% Больно Если нога Будет напряженная Больно Не будет Поэтому Мы должны Ногу Больше Выставлять Вперед Раз Ставим Раз Вперед Раз Поставим Выставляем То же самое У нас Напилка Идет По внутренней части Крыли Спортсмены Ставят руки На затыльнице Второй Аплодимент Вон Идет Опять же Поставляем руки Раз Поставим Идем Мы не уходим От удара Если мы будем От удара Нам будет Очень больно Потому что Мы все Расслаблен Так же У нас Набиваются Плечи Это Потому что Часто Отбивают Плечи Спортсменам Из-за того Что Наносят Жестокие удары Локтями И поэтому То же самое Работа Раз Поставим И поставляем Раз Сюда Поставим Раз Пошли На удар Раз Пошли На удар Сейчас Я вам покажу Это Коротко О защите И наносение Лоу кика Сейчас я вам покажу Миддл кик Как правильно Миддл кик наносит Ноги бьют На козу Так вверх Это Неправильно Потому что Удара Соперник Никакого не почувствует Если я просто Ударю Дам вверх Поэтому Мы опять же Подкручиваем Подворачиваемся Четко на носочки И вкручиваем Таз При этом Наносим удар Вот это Сейчас Сигоним Раз Пошли Сюда Вот это Правильно Наносение Удара Если я ударю Сильно Жестко В принципе 90% Если соперник Открытый Второй соперник Наносит удар То Зачастую Ломают рёд Поэтому Опять же Ставим Когда наносим удар Его задача Поставить в гол В гол Так же самое Ставится Теперь Походу Хай кика Хай кик Наносится в гол Ногой в гол Задача Соперник Опять же Подвернуться На носочек Моя задача Поймать Его ногу Поймал Вот здесь Каким захватом Раз Вот здесь Поймал Сделал Стоять назад Бросил И ногой Догнал В голову Либо Правой Бил Перц И догнал В голову Либо Либо Сейчас Он наносит удар Правой Ногой Я могу Встретить Фронткик Вверх Тоже Правой Ногой По поводу Фронткика Фронткик Это тоже считается Тайском боксе Одним из самых опасных Нанесения удара Фронткик Он сбивает Часто Дыхание Тоже могут сломать Реба И так дальше Сейчас По поводу Фронткика Я вам покажу Как защищаться От фронткика Как сбивать Соберник Класс Наносит Фронткик Правой Ногой Это мы сбиваем Правой Рукой Фронткик Раз Сюда Сбиваем И зашли Два Оба Кита Если Левой Ногой Левой Рукой Сбиваем Два Внутри Скидываем Сразу Раз Два Зашли Правой Правой Раз Два Зашли Тоже Самое Фронткика Чтобы Рукой Защищать Еще Легче Под Шагом Раз Зашли Сюда Левую Руку Ногой Ногами В голову Так же Самое Другое 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 Также У нас Наносит Удары В тайском Боксе Локтями Да Все Знают Это Очень Опасные Удары И Даже Принцип Практически Можно Не сильно Бить 20% Всего Работы Это Как Зачастую Рассещение Ну Очень И Очень Сложно Нанести Эти удары На самом деле Потому Что Соперники Да Они Все Защищаются И знают Защиту Поэтому Я Покажу Как правильно Удар Локоть Снизу Удар Локоть Снизу Показываю Левой Рукой Левой Нагой Шагаем И Левой Рукой Бьем Рукой Получается Просто С подшагиванием Вставляем Локоть Вперед Немножко Раз Встали На место Сейчас Я Покажу Как Второй Суперник Сляет Руку И Его Первый Не Повредил Захожу Левой Снизу Правый Локоть Левый Снизу Левой Ногой Шагаем Раз Правый Добавляем Левой Шагает Правый Добавляем Шагаем Правый Ноготь И Левой Добавляем С разворот Если кто-то хочет попробовать Попробуй Нет? Нет? Давид Хочешь? Попробуй Сейчас Покажу Еще Коротко От Леситы Прямого Удара Руки От ЖЭЛа Есть у нас То есть наш соперник Да Ну вот на улице В принципе Везде Если Что-то Случилось Сейчас Вам полезли Драку Защита Элементарно Очень легко И просто Мы Наносим Левой рукой Очень легко Встретить с фронткиком Для того Чтобы он не достал Вы стоите На расстоянии Мало ли что произошло Он наносит Раз Под левую руку Левый фронткик Заходим Раз От себя Правый Раз От себя Левый Раз От себя Если в ближнем Да Выпустите Общаетесь Он старается Ударить Мы заходим Проваливаем Левую ручку Проваливаем И левую Ручку Вставляем Вот сюда Страгаем Правый Ногой Правую Ручку Стоя Мы просто Можем Заломать И все Он вам Абсолютно Ничего Не делает Отсюда Можно показать Ударный Глаз По ребрам По голове Еще раз Показываю Элементарно Очень легко И просто Бьет Левый фронткик Я стою Раз Сошел Просто Шибнул Шибнул Здесь Раз И все Мы уже Заломали Он ничего Не делает Голова У него Открыта Ребра У него Открыты Ноги Открыты Все Открыты Очень Легко Навесил Удар Сейчас Еще удар Колено Покажу От бокового Удара Если Наносится Боковой Удар Рас Вставляем Свой Локоть На изгибе Волоктя Левую Ручку Нагибаем Голову И особенно Наносим Два Колена Я думаю Два Колена Это Достаточно Для того Чтобы поразить Вашего Суперника Так Самое От другой Руки Раз Вставили Смотрим Сюда Раз Вставили Левую Руку Чтобы Приостановили Левую Ручку Так же Простановим Правую Немножко Наклоняем Раз Оттягиваем Обязательно Суперим Переставляем Второе Колено Так Также В тайском Боксе Очень Известен Клинч Все слышали Покажу Пару Приемов Клинча Как Они Срабатывают Допустим Вы стоите Разговариваете Вас Берут резко За шею Как Выйти Отсюда Как Выйти Присесть Чекотать Говорят Спасибо Если Я Начну Голову Простовывать Через Низ Меня Четко Встречает Колено Высунуть Голову Я Не могу Потому Что Пережал Локтями Как Правильно Берется В Клинч Локтями Мы Локтус Иставляем Четко В Клинч Клинч Руки Накрест Вот так Мы Не Берем Потому Что Начнет Вырываться Сломая Пальцы Поэтому Вставляем Здесь Локтями Четко Сжимаем Наклоняем Натягиваем Колено Тянули Ставим Колено Выходить С клинча Очень легко Достаточно У вас Взяли Клинч Вы Просто Правую Руку В подбородок Сладаете И Отрываете Клинч Если Соперник Достаточно Сильный В руках Вы Ставили Правую Руку У вас Еще не получается Еще можете Правую Руку Раз Ставите Я толкнусь Ничего Немного Не Сделал Еще Если Одной рукой Не получается Можно Двумя Руками Раз Сюда Не получается Я Левую Оставляю Правую Поднимание Раз Скрутил Так Так Сам Раз Скрутил Подгазал 23 Удара Достаточно Очень Легко И Просто Если Хотите Можете Подойти Попробовать Очень Скромные Вы Конечно Ну В принципе Все Это Самые Простые Удары Которые Есть Айс Подбокс Если Показывать Сложные Комбинации То В принципе У вас Сейчас Вы Ничего Не Понимаете Если Вы Хочете Попробовать Сядь Бокс Мы Вас Приглашаем К нам На Тренировки Время Тренировок 17.30 19.00 Улица Зимковецка 19 Глуб Отоматив Также У нас Приводятся Тренировки По улице Комарова 10 Пронсвязь Третий этаж Время 4 часа По неделе Сюда 5 Все Рады Вас Видеть Будем Приходите Ценовая Оплата У нас Достаточно Доступна Для всех Так как Мы Благодарительный фонд Мы За здоровый Образ жизни И Мы Понимаем Что Студенты Которые Учатся В Одессе Ниже Цены Чем У нас Нет Это Я вам Гарантирую Но Я думаю Сейчас Олег Коротко Вам Скажет Спасибо Спасибо за внимание Спасибо Влад Игорь Я думаю Довольно Очень Красочно Правда Желающих Попробовать Не нашлось Но я думаю Что у вас Появилось Желание Ходить На тайский Бокс Цель С которой Мы Это Делаем Мы Плюс Тайский Бокс Не для того Чтобы У нас Были Противники Не для того Чтобы мы Были Героями На улице И Ходили И били Лица Друг Друг Наши Красивые А для Того Чтобы Наша Молодежь В нашем Городе Я люблю Свой Город Я Люблю Людей Которые В нем Живут И если Вы знаете Мне сказали Что за последние Пять лет В Украине Очень Много Призывников Которые Хотят Идти Служить Парадокс Есть такие люди Которые Хотят Идти Служить Но Их Не допускают Потому Что Состояние Здоровья Не позволяет Другими Словами Что Молодые Ребята Хилые Хотят Идти Защищать Хотят Стать Мужчинами Для чего Они идут В армию Но Их Туда Не берут Нет Физической Подготовки Алкоголь Сигареты Очень Много Практикуется Такая Мышца Как Пятая Точка За компьютером И самый Мощный Орган Тела В теле Это Указательный Палец Потому что Он сам Больше Нажимает На мышку Компьютер Но Это Вам Не Поможет Для Того Чтобы Быть Здоровыми Для Того Чтобы Рождать Здоровых Детей Для Того Чтобы Быть Защитниками Своей Семьи Своей Девушки Своей Супруги И у нас Вырастают Мужики Под Каблучниками Под Каблучниками Они Вырастают Что Женщины У нас Сейчас Действительно Те Которые В горячую Избу В горячую Насколько Остановят Так Дальше А им Хочется Быть Нежными Им Хочется Запрятаться За чьи-то Мужские Плечи Мы Открыли Для Того Чтобы Вытаскивать Ребята Вытаскивать Молодых Людей Из Интернет Клубов Из Улиц Для Того Чтобы Они Не Занимались Алкоголем Не Употребляли Алкоголь Наркотики И тому Подобное Для Того Чтобы В нашей Стране В нашем Городе Были Сильные Молодые Ребята Которые Могут Постоять За себя Которые Могут Быть Физически Сильны И Достойными Представителями Нашего Общества Я хочу Чтобы Вы Также По Обонплате Которое Игорь Говорил Она Действительно Таки Очень Доступна И мы Очень И очень Гибки Если У вас Есть Желание И у У вас Есть Самые Маленькие Возможности Какие Могут Быть У вас Вы Сможете Ходить На Тренировки Вы Сможете Тренироваться Ездить На Выступления Ездить На Чемпионаты Вы Сможете Быть В Клубе Мэплюс Поэтому Сегодня Запишитесь Узнайте О тренировках Выберите Время И Время Я думаю Доступно Ну Практически Каждый День Есть Тренировки Также У нас Сегодня В гостях Наш Друг Это Андрей Откаленко Поприветствуем Его Он Проходи Здесь Он бывший Борец Я думаю По нему Скажешь Я тоже Борец Только Не зато По нему Видно Что он Борец Также У него Была Интересная Как для кого-то Кажется Прошлая Жизнь Но Оказалось В один день Что интерес Составляется Совсем В другом Ты тут Уже Начинаешь Ломать Интерес И смысл Жизни Совсем В другом Андрей Провел Какое-то Время В криминальных Кругах И Изменил Свою жизнь И он Коротко Расскажет И мы Зададим Вопросы Которые Вы Задавали На группе Позже Ему Ну Он Минут 5-7 Расскажет Где он Был А больше Расскажет Что с ним Случилось Еще раз Андрей Арканин Здравствуйте Ну я Сразу хочу Как бы Уже сказать О том Что На сегодняшний день Я Я потом Приду к этому Но сразу Хочу Чтобы вы Потому что В моей истории Может быть Я буду Ссылаться На то Что Ну какое Положение Я сегодня Занимаю То есть Я сегодня Я имею в виду Не в криминальном мире Я сегодня Директор Христианского Революционного центра И мы работаем С ребятами Которые попали В наркотики Которые попали В зависимости Алкоголь Которые Хотят Изменить Так же Свою жизнь Которым Уже Надоело И они Не хотят Которых Ну Какое-то Долгое Время Были В местах Решения Свободы И хотят Изменить Свою жизнь И конечно Я Ну я Не любитель Рассказывать О своей Той жизни Но Так как Уже Мы говорили О том Что Мы плюс Он не просто Этот клуб Не просто Спортивный клуб Или секция Какая-то А что Он так же Засеивает Правильные ценности Мы например У нас Я сам Западной Украины И Мы Насеиваем Все-таки Молодежи Мы делаем Профилактики И говорим С молодежью О Правильных Ценностях И правильной Морали Потому что К сожалению Сегодня Молодежь Потеряла Этих ценностей И О чем Я хочу сказать Знаете То есть В своей жизни Я У меня отец Мастер спорта По боксу И я думаю Что Может быть Если бы он Не был бы Мастером Спорта По боксу Может быть Я пел бы Но жена Говорит Что ничего Не получилось У тебя То есть Может быть Я всегда Хотел играть Особенно Сегодня Мне нравится Когда люди Играют На пианино Классно Особенно Когда Знаете Когда Это Фильм Про Джейс Бонда Все видели Когда он И за девушку Заступиться Может И на пианино Все играть Так мне нравилось Это все Я даже В детстве В седьмом Классе Из-за того Что Мой отец Мне отдал В семь лет На борьбу На дзюдо Потому что В нашем городе Не было бокса И Кой вид Спорта Был приближенный К Боксу Это дзюдо И Олег Мы когда-то Сидели И Олег Мне задавал Вопрос Слушай Как ты думаешь Это же не Олег Задавал Кто-то Я не помню Как ты думаешь Если бы Боксер И дзюдоист Кто бы Кому Победил Ну Это Это такой Интересный вопрос Конечно Короче Дзюдоист Говорит Что Конечно же Дзюдоист А боксер Говорит Конечно же Боксер И Меня отдали В семь лет И я Очень хорошие Результаты Показывал Я уже Через два года Я выиграл Область Через В пятнадцать лет Я уже был Призером Украины То есть Знаете В девяносто В девяносто Третьем году Когда была Вот эта Если может быть Ребята Которые постарше Была такая Волна Преступности То есть Она такая Сильно Все Преступности То что Мы видим Сегодня Даже то что Сегодня уже Начинается В Украине И Мои физические Данные Они подходили К этому Подходили И из-за того Что может быть Наши тренера Они просто Мне очень нравится Когда Знаете Я видел такие фильмы Например Ну уже сегодня Там Тренер Картер Они там Про баскетбольную команду Ну очень классно Если у вас есть возможность Посмотреть О команде И о тренерской работе И там тренер Он как отец Он не просто Тренирует ребят А он еще Ну наставляет Наставляет им Ну пути И у меня Такого не было И конечно Интерес Интерес К улице Я в школе Я в школе Был знаете Из-за того что У меня очень хорошие Были физические данные И я часто пропадал На соревнованиях И меня В школе Короче Времени Для уроков У меня не сильно Не сильно было То есть А выгнать со школы Не могли Потому что я участвовал За область Постоянно А это советский союз И как бы Председатель города Решал все То есть Он мог сказать директору Будет учиться И поставишь Вот какие оценки И все И меня Ну захлестнуло Я пошел В 18 лет Я пошел В преступный группировка Ну не то что Это не Знаете Это так выглядит Я говорю Пошел Это знаете Как Набирали Знаете Развесили рекламу Мы плюс вас пригласили Так же пригласили меня В криминальную группировку Нет Это было там Сначала знакомство Сначала То есть Какие-то Там Просто уличные Уличные драки Уличные То есть А потом уже Это пришло в то Что Я Тогда в 93-м году А я жил Еще раз говорю От Западной Украины И тогда начали ездить поляки То есть Это сначала был рекорд Потом это были Это были группировки Там Мы Ну то есть Много людей Мы Грабили То есть Камера Я так не люблю Эти вещи То есть Я не Самое главное Чтобы я Я не очень люблю Об этом говорить То есть Мне не нравится Об этом говорить То есть И Ну Знаете Я даже На сегодняшний день Просто Моя жизнь Она настолько Настолько Это Бандитские Эти группировки Это Желание быть Авторитетом Желание Ну Там Это Ты в любой бар Заходишь И Ну И Тебя Ну Некоторые люди Уходят из бара Потому что Ребята зашли Ну То есть Заходишь в ресторан Ну Кто-то уходит То есть Ну И Это привлекало Все То есть Раньше Это привлекает Почему я говорю Здесь Это Потому что У ребят Которые Занимаются Такими видами Спорта Очень большое Искрушение Пойти И Потому что Во-первых Это финансы Это финансовая Свобода Потому что Люди Хотят быть Финансовой Свободной И понятно же Что в такие Группировки Привлекают Таких ребят У нас Ну У нас В городе Я всегда С этим У нас есть Сейчас бокс есть И К сожалению К сожалению Ну Очень хороший результат У нас Чемпионы мира По боксу Выходят То есть И Но большинство Из них Тренер Такого Знаете Бандитского Склада ума И Вся молодежь Все Ты смотришь Они все Какие-то Там где-то Он в группировке Там где-то Сегодня уже Чемпион Украины То Ну там По боксу Все Он уже смотришь Он уже в группировке Почему Потому что Ну Во-первых Финансирование Спортсменов Сегодня в нашей стране Никакое Вы знаете Это И понятно Что человек Который Приходит Когда он еще молодой Да Там мама его Деньги ему дает Все хорошо Но когда он приходит К тому Что ему хочется Что-то зарабатывать А через спорт Очень Немногим Удается заработать И у него Приходит искушение Ну Зарабатывать деньги Тем Чем что Ну Тем чем он умеет И это очень Ну Чтобы мы понимали О том Что это очень важно И мы сегодня Можем Говорить Кивать головой Да нет Со мной этого не случится Я всегда задаю Вопрос о том Что со мной Я никогда не пойду В бандитские группировки Там Ну Тоски И я верю И вы говорите И я знаю Что даже многие Кивают головой Или принимают решение На сегодняшний день Искренне И это 100% Знаете И я Всегда Задаю Ну Задаю вопрос Ребятам Знаете То есть Мы видим Я уверен Что те ребята Которые сегодня В бандитских группировках Они не мечтали С детства Быть бандитами Те ребята Которые попали В наркотик Они У них не было желания Знаете Никогда я Вот даже если вот здесь Там Сколько вас есть У кого-то спросить Кто-то мечтает Быть бандитами Или кто-то мечтает Быть проституткой Или кто-то мечтает Быть наркоманом Никто не поднимет руку И вы знаете Те ребята Которые сегодня Они наркоманы Или бандиты сегодня Или проститутки Они тоже не мечтали Они не мечтали Когда-то Быть наркоманами Они не мечтали Быть бандитами Они не мечтали Быть проститутками Но что-то Привело их к этому Где-то А у них Ну У них не Случилось Не появилось силы противостоять, что-то не дало им, у них не хватило силы противостоять этому и мы можем сказать, многие говорят, знаете, когда касаются и в моей жизни было так, что у нас были крутые машины мы там, пистолетики, все такое хотя эта жизнь, она такая, знаете, когда ты спишь дома и слышишь под балконом пес колес, которые тормозят и ты реально понимаешь, ты начинаешь прокручивать, где у тебя лежит, ну, ствол и это такая жизнь постоянно, как у нас мой один друг из Трусковца это вообще там западная Украина, он у нас проходит реабилитацию сейчас и он говорит, что ты настрашился, то есть это такое слово то есть забоялся, это настрашился, знаете, и вот ты постоянно в этом страхе ну, не то, что в страхе, а нельзя это сказать страх, а это, знаете, тем лексикионом настроен ты постоянно чего-то боишься, хотя, кажется, ты крутой парень кажется, все у тебя в твоей жизни круто и, знаете, на сегодняшний день, потом в мою жизнь пришли наркотики то есть я не буду рассказывать подробности, там, в той криминальной жизни и потом пришли в мою жизнь наркотики и как они пришли в мою жизнь наркотики? знаете, многие ребята говорят, думают, что наркоманами становятся те люди, которые не имеют силы воли это неправда почему? у меня есть друзья, например, чемпионы Европы по кикбоксингу которые боксировали вместе с кричком у меня есть друзья, которые, и согласитесь, вот, например, ребята, которые занимаются бокс-спортом они скажут, что чемпионом Европы стать это надо иметь силу воли правильно? то есть бесхарактерный человек не станет никогда чемпионом Европы и поэтому назвать то, что эти ребята не имеют силы воли или, например, в моей жизни то, что я далеко себя не считал слабохарактерным но почему? очень важный момент и в своей жизни я пробовал наркотики опять же, от красивой жизни мы ездили в Германию там, ну, работать, можно так сказать и, знаете, и там были эти еще в Украине таких диско-клубов таких не было и мы ездили отдыхать в Германию ну, в Западной Украине и мы ездили туда отдыхать и те ребята, которые там авторитеты они нам много говорят да слушай, да вот там экстази вот там героинчик вот там, и все это классно и, мало того, ты себя круто чувствуешь и даже пробуешь и думаешь о, такое впечатление, что если ты был мастером спорта знаете, по боксу, например, да то есть, когда ты употребляешь героин тебе кажется, что ты чемпион мира и это, да, многие говорят знаете, я сегодня не согласен с тем когда мы даже говорим о том, что профилактику, когда ведут по наркотику они говорят, люди, многие говорят наркотик, это, он не имеет от него нет никакого кайфа от него, это не правда есть от наркотика, потому что, если бы наркотика не было бы кайфа никто бы его не пробовал но, есть еще и последствия никто не знает, сто процентов, если знаете, я всегда говорю так наркотик, это пять, он сто процентов, у него есть кайф но пять процентов айсберга, это вот то, что сверху айсберга это наркотик, а все остальное, проблемы, которые от него, они спрятаны под водой и этого никто не знает, и этого никто не знает, и сегодня, знаете, я всегда говорю о том, что в моей жизни ко мне не подошел какой-нибудь наркоман, знаете, такой, уже и на, возьми нет, это были мои друзья, это были и все люди, которые сегодня начинают употреблять наркотик я не разделяю, там, наркотик тяжелый, мне говорят, там есть легкие, есть тяжелые нет, тяжелого и легкого наркотика для меня наркотик ест наркотик и сегодня многие ребята, они говорят о том, что к ним никто не подходит никогда не подходит, на какой-нибудь наркоман который предлагает ну уже такой, знаете, со стажем который предлагает тебе наркотик, нет всегда, почему люди присаживаться, почему цепочка наркотиков идет. потому что Предлагает наркотик Как всегда, зачастую Тот человек, который находится В стадии еще вот этих 5% Который он реально понимает Слушай, круто, классно И он искренне это говорит Искренне говорит Конечно же, если бы через 5 Через год или через 2 Он бы уже, может быть, никому не пришел Ни один, знаете, ни один наркоман Со стажем никогда Не предложит наркотик другому человеку Но есть уже такие, знаете, люди Которые они подсаживают Специально для того, чтобы За чей-то счет За счет молодежи или за счет Людей, у которых есть наркотики Употреблять свои И поэтому, почему я здесь Ну Самое главное, это я приехал в гости К Олегу и к Тане Я их очень люблю И я приехал со своей женой И мы приехали в гости И мою жизнь Знаете, в моей жизни пришел такой момент Когда я начал употреблять наркотики И потом я начал понимать Что, слушай, что-то не то И Ко мне начали много Ко мне начали Как я прошел через Ко мне начали проходить люди Верующие ребята Верующие ребята, которые говорили Слушай, ты можешь поменять свою жизнь Ты можешь Ты можешь изменить свою жизнь Хотя, знаете, в мою жизнь Я сначала тоже думал, что я крутой парень Это для меня Я смотрел на наркомана и думал Да не, я никогда таким, ну, никогда не буду Даже употребляя наркотик Потому что я чувствовал себя Я еще употреблял наркотик И мы еще, ну, ломали людей там и все такое Я себя чувствовал круто Но потом в мою жизнь пришло такое Что я понимал уже все Дальше что-то нужно с этим делать Я попал в реабилитационный центр И Знаете, сегодня, может быть Со мной многие ребята разговаривают Особенно те, которые Ну, вот если со мной разговаривают Ребята не с моего города Или те, которые меня раньше не знали Они мне говорят Да ну, мы не верим, что ты Ну, как бы А те, которые С моего города Они говорят Мы не верим, что ты можешь измениться А те, которые не с моего города Они говорят Мы не верим, что ты был раньше Ну, как тебе рассказывают Что ты был Ну, а я был вообще Я, правда, не употреблял алкоголь Очень часто Потому что у меня Ну, алкоголь для меня был Противопоказан Потому что я Когда я употреблял алкоголь Мне, даже если это было в компании друзей Я понимал, что приходил такой пик Что мне надо быстро уходить с компании друзей Ну, потому что я начну бить своих друзей И мне надо было уходить Ну, в какой-нибудь другой ресторан Я и шел там Или еще куда-то Ну И И многие сегодня говорят Ну, да нет Это нереально А многие говорят, что Мы не верим в то, что ты был таким И знаете Когда я пришел В преобилизационный центр Сначала я хотел освободиться от наркотика И у меня были такие мысли Хорошо, я сейчас освобожусь от наркотика И все будет заново Опять группировки То есть моя цель была Освободиться от наркотика Только ради того Чтобы Чтобы начать новую жизнь Ну, опять же В группировке Опять же Начать Ну, свои дела И у меня ничего не получалось Но потом я Я понял одну свою жизнь В один момент Я сказал себе Все Я больше так жить не хочу И Когда я Я не знаю Может быть для вас Новое это слово Может быть для кого-то не новое Но когда я встал на колени перед Богом И сказал Господь Я не хочу больше так жить Я хочу Понятно Это не мое было желание Мне объяснили о том, что Ну, Бог меня любит Мне объяснили о том, что Я думал, что в мене прощения нет Я всегда думал, что я только Ну, я Моя жизнь была та Моя жизнь была Она как проклятие Я нес Ну, проклятие Я потом уже будучи Ну, верующим человеком Я много сильно размышлял И думал Сколько проклятия принес людям Ну, той жизни, в которой я живу Сколько я не знаю Сколько людей Которых мы ограбили Сколько людей Которых мы Ну, с которыми мы издевались И Ну, сколько слез пролили Из-за моей жизни И я, честно говоря Я думал, что Ну, мне изменилось Это все Это мой Ну, когда я был наркоманом Ну, когда То есть в моей жизни был наркотик Я думал Это плата За все то, что я сделал И где-то я согласен Но, знаете Сегодня Мне сказали, что Бог любит меня И я изменил Я покаялся перед Богом Ну, может быть Многие говорят Ну, может думать Так, все понятно Куда-то там Куда-то нас тянут Или еще что-то Нет Я говорю о своей жизни И когда я покаялся Я Вообще Я не любил верующих Ну Я вообще их считал Знаете Когда я Не был верующим Я смотрел на верующих И Я думал Это какие-то Ну, я не знаю Как Или вы поймете это слово Но для меня Это они были Как потерпевшие Ну, понимаете То есть Это те, которые Обижены Те, которые Которых обидели И они Знаете И они пошли в веру То есть Это для меня Было такое Понимание Но Знаете Когда я Пришел к Богу Мою жизнь Мою жизнь Реально Я когда покаялся У меня такое впечатление Произвешло Что у меня Мое сердце Наполнило добро Я добрым стал Я думал Я вообще с ума сошел Я понимаю Но вы сейчас Сидите и думаете Да что ты Но Но я реально Я и шел У нас реабилитационный центр Он был в лесу Представляете Я иду так по Тропинке И мне хочется На тропинку плюнуть Ну, то есть Мне захотелось плюнуть Как-то банальная Такая история Но И я себе иду Размышляю Это после того Когда я Мое сердце Наполнило Любовью Добротам Мое сердце До этого Оно было очень жестокое Ну, я настолько Был жестокий человек А здесь Мое сердце Наполнило И я иду по тропинке Мне хочется плюнуть И я сам В себе размышляю Да нет Это ненормально Плюнуть Это лес Кто-то будет идти Потом после меня Наступит Ну, это не культура Я отхожу с этой тропинки Представляете Плюнуть Где-то там в траву Чтобы никто не наступил Возвращаюсь назад И думаю Все, я сошел с ума И я И вот это Сердце Вот эта доброта В моем сердце Я сейчас понимаю Что это произошло Но тогда Я думал Что со мной произошло Но я тогда сказал Богу Богу Я хочу Чтобы Моя жизнь Она изменилась Я говорю Я знал На тот момент Я знал сто процентов Что я больше так жить не буду Но я задал себе вопрос А как же мне жить? Ну реально Представляете Реально Я ничего не умею Я умею Ну, только То, что я умел На тот момент И я думал Что мне делать? И Ну Честно Бог меня начал Ну, вести потихоньку Я У меня были такие ситуации Когда я В своем городе Представляете Я у меня там Один парень Научил Ложить плитку И я Там Бизнесмены Которых мы Крышевали Понимаете Что такое И Которых мы Можно сказать Бомбили Они Построили такие дома И я у них Ложу плитку И многие Приходят Представляете Я настолько Настолько Мне приходилось Смиряться Изменять свою жизнь И приходят Все их друзья А все их друзья Это Ну Понятно Такие же Как и они Для меня были Тогда И они так Приходят И Слушай, это же Умар Да Да Плитку У тебя Ложит Да Знаете И это А меня Такое Мне хотелось Ну Кинуть Эту болгарку Кинуть Это все И слушать Ребята Знаете Но И Бог Реально Моя жизнь Изменялась И потом Я Но правда Я один момент Такой Я в реабилитационном центре Когда я был В реабилитационном центре Я верил В то, что это было Презвание мое То есть И предназначение Бога Я тогда Реально понимал Что я буду Работать с людьми И Помогать людям Которые попали В такие проблемы Которые попали В эти ситуации И я буду Таким Помогать Таким людям И Уже Восемь лет Я уже работаю С такими людьми Мы Проводим Реабилитацию И многие ребята У нас есть такие У нас там Даже недавно Такой случай Я вам расскажу Человек Который 25 лет Отсидел И он реально Криминальный авторитет Ну по Можно сказать Ну по зонам То есть Он такой И Они Ссорятся Ему 47 лет Он Представляете 47 лет 25 лет Отсиженных Ну это Всю Всю Свою жизнь Он просидел И Они ссорятся С другим парнем Ему тоже 40 лет Это На революционном центре И он Такой ему Говорит Я так смеялся Честно Он Такой ему Говорит Олег Ну что ты Делаешь Ну ты что Хочешь Я взял ремня И дал тебе По дупе Представляете Это человек У которого 25 лет Стажа Криминного Я Смеюсь Я говорю Насколько Бог Изменяет И Конечно же Классно О том Что мы Плюс Они Не просто Тренируют Ребята Они залаживают В молодежь Правильные Ценности Что спорт Это не для того Чтобы почувствовать Себя героем Знаете То есть Как Многие говорят Был скрипачом Все били Пошел на бокс Чтобы отомстить Знаете Нет Он не для того Он для того Чтобы воспитать В человеке Мужество Как говорил Олег Сегодня Ты смотришь На нашу молодежь Я Вообще Со своими Ценностями И понятиями Я смотрю На ребят Которые Сегодня ходят Молодежь И я ужасаюсь И бывает Я не могу разобрать Если сзади То я еще не могу разобрать Кто это вообще Девочка Или мальчик А Потом Когда он начинает Говорить Я думаю Ну девочка Сто процентов И представляете Что сегодня Мир делает Что сегодня Вот это все делает Реально Молодежь Смотришь на этих Молодых Ребят Они Многие из них Истерички Как Девочки Они просто Закатывают Истерики Как какие-то Девочки И поэтому Мне нравится Когда ребята Воспитывают Первое Через Такой спорт Мужество Самое главное Чтобы вы воспитали Мужество Чтобы вы чувствовали Себя уверенно Когда Например Вам нужно Защитить Кого-то защититься Защитить слабого Или защитить Свою жену Я так понимаю Олег хочет мне там Попросы задать На которые Я не сильно хочу отвечать Но мне Я так понял Придется Мы сделали Блиц-опрос Вконтакте И Многие из вас Проголосовали Или выбрали Вопрос И один из Самых популярных Вопросов Это был Бывают ли Криминальные Авторитеты Бывшими Да Ну я Я уже говорил О том Что я думаю Это понятно Что бывают Но Я убежденно Могу сказать одно Изменить Знаете как говорят Горбатого Только могила Исправит Но я убежденно Говорил Богу Все возможно Я не видел Криминальных Авторитетов Которые Изменили Свою жизнь Ну Без Бога Я видел Которые Умерли Я видел Которых Покалечили Я видел Которые В психушках Я видел Которые С лагерей Не выходят Я видел Которые Умерли От наркотика Но я не видел Которые Смогли Изменить Свою жизнь Без Бога Потому что Я верю Что Бог Не то что Я вам наводил Пример Человек Который 25 лет Со стажем Бог меня Спасибо Следующий вопрос О чем Вы сожалеете В своей жизни Ну Я о многом Сожалею В своей жизни Но на сегодняшний день На сегодняшний день То что я Не пришел Богу В раннем возрасте Это Ну Это искренне Это я не говорю Как верующий человек Или еще что Я Сто процентов Говорю о том Что Я знаю И убежден Сегодня Точно Что Если человек В своих Юных годах Приходит Богу Его жизнь Будет Совсем Другая Спасибо И Ну Уже наверное Риторический вопрос Вы в Бога верите? Да Я верю в Бога Конечно Я верю в Бога И Ну У всех Разные понятия Бога Можно сказать Мне многие даже Задают вопрос А ты поменял Веру сейчас Я говорю Знаете Честно сказать Да Потому что Раньше моя вера Знаете Какая была Моя вера Я хрестился И говорил Господь мне Помоги Брал ТТ И Шел С ребятами И это была Моя вера Как многие Сегодня говорят Когда ты говоришь Ты веришь в Бога Они говорят Да Я верю в Бога В сердце Вот у меня Такая была вера В Бога В моем сердце Но я сегодня Мы сегодня Разговаривали с кем-то И мы говорили о том Что верить в Бога И доверять Богу Это разные вещи И на сегодняшний день Если мне задать Вот такой вопрос Я даже больше скажу Я не верю в Бога В Бога Я доверяю Богу Всю свою жизнь И я говорю Я знаю сто процентов Может быть сегодня Каких-то вещей Я еще не понимаю Но если Бог Если Писание говорит Вот нужно делать вот так И даже если я этого не понимаю Я это делаю Потому что я знаю Что все намерения Божьи Они во благо И последний вопрос В нескольких словах Что вы пожелаете Мы плюс тайскому боксу Игорю как тренер Ну и нам Молодым спортсменам Ну Достичь хороших результатов В спорте И Знаете И держаться того Чтобы мы были людьми Почему? О чем я хочу сказать В Библии Если мы верим в Бога И мы верим в сотворение человека А не эволюцию Не то, что он на тревог пришел То в Библии написано Что Бог сотворил Человека По образу и подобию Знаете Человека Делает человеком Когда он похож на Когда он подобен Образу и подобию Божию То есть когда в нем Характер Божий Когда в нем Ценности Божии Тогда он становится человеком Он может кем угодно быть Он может быть Кикбоксером Он может быть бизнесменом Он может быть бандитом Он может быть начальником милиции Он может быть мэром Но человеком Делает его Тогда, когда он Является образом И подобием Божьим И я желаю вам всем ребятам, которые идут в спорт, самое главное – оставаться человеком. Спасибо, Андрей. Желаю тебе поплата времени. Спасибо. Мы рады, что мы тебя видели сегодня, что мы тебя знаем. И у нас будет сейчас последний... Олег, может, скажи, если можно, люди, ребята, и запутали... Окей, да, я понял. Но, как вы слышали, Андрей занимается реабилитацией. И мы здесь говорили, и он говорил о наркотиках много, потому что он это видит каждый день. И к вам это говорится, и к нам не потому, что он думает, что вы наркоманы. В том, чтобы мы к этому не пришли, а, и, б, если у вас есть знакомые, друзья, просто вы кого-то знаете, кто в серьезной алко-наркозависимости. До того момента, что сами себе уже не могут помочь. Вы подойдите ко мне или к Андрею, и я думаю, что мы сможем попытаться таким людям помочь. То есть мой вопрос, как не начать употреблять на форуме. Да, как не начать, тоже правильно. Подойдите к Андрею, можете пообщаться. Еще раз мы рады, что вы с нами, и тайский бокс для вас доступен. И еще раз благодарю Игоря, благодарю ребят, которые сегодня показывали нам, радовали нас своим выступлением. И, если вы готовы, Игорь. Сейчас мы еще вам покажем один маленький спарринг такой. В нем будет принимать участие девушка. Я хочу сказать, что в тайском боксе дерутся не только мужчины, но сейчас уже дерутся девушки, женщины. И для них поблазок никаких нет. Они дерутся точно так же жестоко, как и мужчины. Поэтому мы поприветствуем нашу спортсменку Дину и ее парния Сергея. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА